Сегодняшняя недельная глава называется Итро, то есть это об Иофоре, да, тесте Моисея, который помог ему в очень сложных обстоятельствах. Это книга Шмот, книга Исход, 18 глава, там с 1 по 20 стих. Значит, краткое содержание этой главы, встреча Итро, то есть Иофора с Моше. Знаете, когда я читал, то интересно, написано, что он узнал о чудесах Божьих, узнал, что Бог сделал, да, с Моисеем, то, что он вывел, да, народ, то есть он узнал о том, что Господь сделал и пошел к ему на встречу. Интересно, как он об этом узнал, как бы Писание, ну, я так, как бы особо не описывает, но ладно, теща хочет все знать, да, то есть, ну, даже больше, чем тесть, но как он, ну, интересно, думаю, что тоже как-то до него эти слухи донеслись. Итак, встреча Итро с Моше, установление системы судей и старейшин, и гора Сина, и десять заповедей. Это так вкратце. Итак, эта глава начинается с того, что на Моше возложена, скажем так, непосильная, огромная непосильная ответственность по печени за народ Божий, которого он вывел. Ну, опять же, Библия не, Слово Божие, оно не говорит, там, как бы точное количество, там указывают, там, 600 тысяч человек, и то это мужчин, там, до 20 лет, но понятно, что больше, потому что там говорится, и другие племена, они тоже вышли, там, семьи, то есть намного, как бы, больше. Кто-то дает, там, несколько миллионов, кто-то дает, там, чуть больше. Поэтому это непосильная ноша, которая выпала ему, вот, вывести он вывел, а дальше нужно вести. То есть, потому что вывести можно, а уже дальше вести, заботиться, это уже другой, как бы, этап. И вы знаете, как бы, миссионерское служение, то есть миссию, в принципе, он выполнил, да, как служение, вывел. А теперь начинается пастырская работа, это уже вести народ. И знаете, миссионерское служение, оно, ну, как бы, немножко отличается, да, от пастырского тем, что оно не представляет собой такой, оно важно, оно нужно, потому что без того, кто приведет людей, то есть, ну, люди не придут, но оно не предусматривает перед собой такая, знаете, внутренняя кропотливую работу, да, то есть, ну, служение людям, да, когда людей нужно выслушать, когда людей нужно услышать, нужно их понять и, скажем так, помочь им, как бы, дать им, как бы, ответ. То есть, да, и вот служение, как бы, пастора, оно, именно в этом больше предусматривается. Вот, и, ну, знаете, может, Моисей и думал, да, то, что он выведет народ, приведет его, там, да, там, какое-то место и потом передаст его Господу и скажет, Господь, слава Богу, я сделал свою миссию, там, или, может быть, Господь скажет Моше о том, что ты сделал то, что ты сделал, теперь у меня есть человек способный, да, там, которому я, не, но Бог, он, мы видим, что Бог, он этим не заканчивается. И вы знаете, почему? Потому что Господь, он знал сердце Моисея, даже такое несовершенное, но он знал его сердце. И, знаете, одна из иллюстраций, она показывает о том, что на самом деле у него, вот, у Моше, да, он было сердце, сердце пастора. Помните, когда он хататайствует за народ, когда он согрешил перед Богом, да, и говорит, Боже, прости, помилуй их, там, да, но если ты не простишь, то даже и меня тогда изгладь. Это очень такое заявление, знаете, даже если ты не простишь, тогда и меня тоже изгладь, как бы, из своей, как бы, книги, из жизни и так далее. То есть относительно так только, ну, может сказать определенный человек, имеющий такой любовь к людям, к народу и так далее. Вот, и опять же, какой бы он ни был добрый, помазанный, поставленный, без помощи других людей ему бы не обошлось. То есть, ну, это не означает, что он должен делать все сам, запряхтись и так далее. Но если он будет делать все сам, в противном случае он себя погубит. Я хочу открыть, это книга «Шмот», исход, 18 глава, 17 стиха. Тут такие слова. «Но тесь Моисей сказал ему, нехорошо ты это делаешь, ты измучишь и себя, и народ сей, который с тобою, ибо слишком тяжело для тебя это дело, ты один не можешь исправить его». И 18 стих, 21 глава. «Ты же усмотри из всего народа людей, способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корость, и постав над ними, ну, там, да, тысячи начальниками, сто начальниками, там, десяти начальниками, и, ну, пятидесяти начальниками». Вот, и интересно, по каким критериям и по каким качествам избирает Бог, да, в помощнику, в помощи, да, ну, Моисею, или в общем служению. И мы видим, да, то есть это способность, страх Божий, любовь к правде, или, да, то есть праведных, и неподкупность, то есть ненавидящая корость. И мы сразу же думаем, это, наверное, не про нас, это кто-то там другой, это кто-то там более способный, помазанный и так далее, это не про меня. Вот, и если мы смотрим на все эти, ну, то есть, ну, Бог, может быть, не дал мне такой дар, там, или что-то еще. И если, я вот, знаете, как бы, я вот смотрел, да, по всем этим качествам или критериям, они не являются, скажем так, врожденными, а больше приобретенные качества. Потому что, ну, да, конечно же, Бог ставит людей, там, есть качества, которые врожденные, да, то есть, ну, но если мы смотрим, что эти все качества, в основном, они приобретенные. И даже если кто-то из нас имеет какой-то дар, его по-любому, по-любому его нужно развивать. Даже если ты имеешь дар, он сам по себе, он не будет развиваться, то есть дар нужно развивать, вот, чтобы он рос. Вот, и, ну, к примеру, там, да, написано, да, то есть дар, там, управления, да, то есть, ну, если человек имеет этот дар, но не будет его развивать, ну, он как бы, он не сможет быть тем, кем он мог бы быть, там, да, исцеление, там, или, ну, дар милосердия. То есть даже любые дары, которые Бог тебе дал, их нужно развивать. И верующие люди, они иногда, бывает, не берутся за какое-то служение, потому что они думают, что, ну, вот, я не имею этого или не имею этого. Я думаю, что просто нужно это развивать. Вот. Я думаю, что каждый, он избран и призван Богом. Каждый человек. Если бы вы не были бы избраны и призваны, то вы бы, ну, не находились бы здесь, а были бы как в каком-то, не знаю, в другом месте и так далее. Поэтому это очень важно. Итак, давайте я сейчас немножко пройдусь по этим. И смотрите, способность. Что такое, да, там, он избрал способных, там, да. Что такое способность? Это умение что-то делать или быть способным учиться или что-то делать. То есть, да, то есть, ну, способность к чему-то. Ну, к примеру, там, да, умение петь, это способность? Ну, конечно, это способность. Которую что? Нужно, ну, развивать. Я думаю, что для того, чтобы, ну, как бы петь, нужно хотя бы любить музыку. Я знаю, что многие люди любят музыку. Ну, да, то есть, ну, кто любит музыку? Многие любят. Но не все могут здесь стоять на сцене. Не, ну, петь-то могут все, конечно. Конечно, я иногда, там, я закрылся дома и пою себе, чтобы никто не слышал. Вот, поэтому это нужно развивать для того, чтобы уметь это вот, уметь петь. Страх Божий. Вы знаете, мы иногда относимся к страху Божьему как к чему-то такому ужасному и страшному. Ну, Писание много говорит, да, то есть, имейте страх Божий, там, допустим, начало мудрости, как бы страх Божий, да, там, ну, и многое-многое-многое другое. Но интересно, что это слово, еврейское слово, переведенное в Писании как благословение, почитание, поклонение, это слово ира. Это слово часто переводится как страх Божий. Не то слово, что мы там боимся, убегаем, там, да, ну, как бы запуганные. То есть, это почитание, это поклонение, это благоговение, то есть, да, перед Богом. Интересно, что в Екклесиастов, в современном переводе такие слова, ну, Екклесиаст, он подводит итог всему, да, мы знаем, как бы, да, из того, что он прошел в свою жизнь, он подводит итог, и он говорит, чему нас все это должно научить, все. Вот мы прошли эту жизнь, да, и он говорит, самое главное, самое главное для людей, это почитать Бога и подчиняться Его повелению. Здесь, видите, страх, как в синодальном переводе, да, то есть, ну, там, как бы бояться Бога, да, и это, а здесь почитать Бога и подчиняться Его повелениям. То есть, это уважение Господа, это не совсем, скажем так, врожденное качество. То есть, мы не рождаемся для того, чтобы почитать Бога, да, там, уважать Бога. Мы становимся через приобретение, через познание Бога, через то, что мы проходим, мы видим Его славу, Его силу, через даже падение, падение и подъемы. То есть, и это качество, оно приобретено, то есть, почитать Бога, уважать Бога, ставить Его на первое место, это именно приобретенная такая вот, ну, как бы, функция человека. Также говорится, да, о справедливых. Там есть такое слово «любящие правду», но украинский переклад, он каже о справедливости. То есть, кто такие люди справедливые? Это люди, которые не будут молчать. Это смелые люди, потому что только смелые люди, они говорят, если видят какие-то неправильные вещи. Они могут добро, то есть, ну, добро называют добро, а зло злом. Хотя мы смотрим, и тогда это было, и мы смотрим сейчас, что совсем наоборот, зло называется добром, а добро злом. И знаете, в Исаии, да, написано, горе тем, которые зло называют добром, и добро злом. Тьму почитают светом, и свет тьмою. Горькое почитают сладким, и сладкое горьким. То есть, реакция на справедливость, это, ну, это тоже такой выбор человека, это очень важно. И последнее, неподкупность или несребролюбивость. Тимофея говорит, в Тимофее, да, говорится, а желающие, то есть, тот, кто стремится, да, обогащаться, впадут в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Жадность к деньгам. Это врожденный или приобретенный порог? А может быть и врожденный. Я думаю, что если вообще посмотреть, посмотреть на, о том, что грех, он изменил все, да, ну, человека в том числе, да, то есть, потому что все, все, все эти моменты там, да, это как бы дела, дела плоти, то я думаю, что в результате греха, я думаю, что человек, он стал таким, как есть поговорка или пословица, что деньги – это хороший раб, но плохой хозяин. То есть они по себе сами, они нейтральны, но они могут только выявить, ну, как и другие какие-то вещи. Это как проявитель чего-то, чем является, да, или кем является человек. Вот. Поэтому можно сказать, что это где-то, да, где-то врожденное, то есть в результате греха, как бы, да, мы все как бы грешны, и наша есть данность человеческая. Вот. Вот. Но с помощью Бога мы можем приобрести способность быть щедрым. Аминь. Ну, например, Экзахея. То есть он собирал, копил, там, обманывал, да, и тут он встретил Ишова, говорит, я все, я раздам все. Что-то в нем, да, царство Божие его коснулось, и что-то в нем поменялось. Вот. И завершая, здесь перечислены все, все, что есть у нас. А если чего нет, с Божьей помощью можно развивать. Знаете, и хочу сказать, что как, скажем так, специальные люди, но они не специальные, каждый из нас, он особенный, они поддерживали руки Моисея, да, в его служении, так и мы нуждаемся в вашей поддержке. И я верю, что вы имеете все эти качества, которые здесь я перечислял. Вот. Их только нужно развивать. Иногда люди всю жизнь думают, призван ли я, избран ли я. Вот тот делает вот это, тот делает. Знаете, для того, чтобы проповедовать, тут не нужно быть особо призванным, нужно просто учиться, нужно практиковать, нужно это делать постоянно. Я думаю, что если вы будете это делать, если у вас есть любовь к чему-то, любовь к какому-то служению, там, к детскому служению, или, не знаю, там, к прославлению, или в душепопечительству, там, ну, может быть, может быть, к пастырскому служению, это нужно развивать. Я верю, что Бог дал каждому из вас дар, каждому, каждый, он особенный человек, вот. И мы нуждаемся в каждом из вас для того, чтобы вы поддерживали служение, руки, вот. Поэтому, да благословит вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова